А как вам Пригожин как политик? Потому что «Нью-Йорк Таймс» пишет, что он готовит почву для политического наступления. И он в видеобращения опубликовал, он говорит, что вот Вагнер, он превратится в армию с идеологией, и эта идеология будет борьбой за справедливость. Какие у него перспективы? Он свой шанс в значительной степени профукал, он слишком резко с места в карьер забрал, причем, ну, видно, конечно, голова закружилась, то, что Сталин называл головокружением, а то скрепло. Вот, голова закружилась, подумал, что бога за бороду взял, и, значит, давай со всеми там ругаться, всех оскорблять от рядового избирателя до, значит, председателя правящей партии Медведева. Да, я уж не говорю про военных. Настроил всех против себя, получил по зубам теперь, уже, ну, Путин понял, что он меня со всеми ссорит тут, скоро со всей страной перессорит реально. Да, и Путин его слил, ну, так, подслил, да, Путину надо, чтобы люди воевали, поэтому, но Пригожин все-таки воюет, худо-бедно, поэтому не то, чтобы полностью слил, но подслил сильно. И Пригожин сейчас пытается вот там вывернуться из всего этого, вот, но ситуация у него очень трудная. Ничего умного пока он, заставляю еще предположить, что ему удастся вот этот трюк, ну, ничего умного он не сказал. Ну, то есть, во-первых, сама по себе идея справедливости абсолютно заезжена, ну, то есть, просто ленивый в России последние, значит, там, 25 лет не трындил о справедливости, да, от самого Путина до справедливой России, да, собственные коммунисты там, да, вообще все, все-все говорили о справедливости. Мало кто понимает, что такое справедливость, но все о ней трындят, поэтому слово «заезженное». Значит, не факт, что Пригожин найдет какое-то, значит, наполнение этого слова каким-то интересным, оригинальным и приемлемым для значительного числа людей содержанием, особенно с учетом его собственного образа. Люди же не только, значит, на твои лозунги смотрят. Понятно, что Чикатило выйдет и с лозунгом так «возлюбите ближнего своего». Мы что, ему поверим, что ли? Понимаете? Ну, вот Пригожин – это такой же Чикатило, то есть все уже увидели, кто это. Он так долго носился с кувалдой, тут такой, значит, едва отмыв руки от крови и мозгов этого бедного Нужина, значит, начинает происходить и отвечать. Ну, то есть это расчет на как-то идиотов вообще. Подавляющее количество российских игрателей не настолько идиоты, да, они иногда выглядят таковыми, потому что система заставляет их, значит, таковыми выглядеть. Но в реальности нет, они таковыми не являются. Есть, ну, там порядка, ну, 10, грубо говоря, процентов, да, в истеричной, возвинченной ситуации, окей, 15-17 процентов, ну, людей, которых можно назвать идиотами, в общем-то. Но они значительно в своей части, кстати, на выборы-то не ходят, вот, и затащить их на участки – это еще беда. Вот, поэтому, ну, сама идея Пригожина понятна – создать какой-то аналог ИГИЛ, значит, ой, сори, этот самый. Иранский этот, то есть, почему-то позорно спутал ИГИЛ, извините. Корпус Стражей Исламской Революции, да, то есть сплавить в некую структуру, значит, идеологию и военную силу. Ну, Корпус Стражей Исламской Революции – это государственная структура, а ЧВК Вагнера – это пока ЧВК, частная военная компания. Да, и судя по тому, как он перессорился со всеми чиновниками, он сам жалуется, что его не пускают там на порог, да, отключили ему спецсвязь, на порог не пускают никуда. Он же сам об этом рассказывал. Ситуация, когда ты перессорился со всеми госаппаратом, стать государственной структурой, но такая нетривиальная задача. Посмотрим, как он с ней справится.